километров. Городок небольшой, его можно обойти за какие-нибудь полчаса. Это одно из самых жарких мест на земле. И здесь, в честь победы над завоевателями, воздвигнут монумент. Неподалеку губернаторский дворец. Город Ассаб, город сердечного гостеприимства. Его жители, добрые люди, всегда рады гостям. Сюда приехала советская правительственная делегация. Глава делегации, первый заместитель председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по внешним экономическим связям Архипов. Члены делегации товарищей Микрюков, Артемьев, посол СССР в Эфиопии Теплов. Дело в том, что в Ассабе советские специалисты заканчивают строительство большого нефтеперерабатывающего завода. Завод этот стоит на берегу Красного моря и виден с кораблей, приходящих в порт Ассаб, морские ворота страны. Порт реконструировали и усовершенствовали югославские специалисты, построили новые причалы, складские помещения. Важное значение для экономики Эфиопии порт приобрел еще и потому, что по соседству с ним расположился нефтеперерабатывающий завод. Впервые советские инженеры и техники спроектировали и построили такой завод для Африки, учитывая все особенности климата Эфиопии. И все это время обучали рабочих Эфиопов, которые пришли сюда в Ассаб, не имея никаких производственных навыков. Теперь, рука об руку, они пускают завод в эксплуатацию не отдельными установками, а целым комплексом. Это значит вместе с большим вспомогательным хозяйством, водоснабжением, очистными сооружениями, наливными эстакадами и теплоэлектростанцией. На торжественную церемонию пуска завода в эксплуатацию прибыл император Эфиопии Хайли Селасия Первый. Он сердечно приветствовал членов советской правительственной делегации, приехавшей из Москвы. Хайли Селасия Первый назвал новый завод вечным монументом героическому труду советских и эфиопских людей, монументом дружескому сотрудничеству народов двух стран. Сейчас они рядом. Первое время для обслуживания завода эфиопским специалистам будут помогать советские друзья. Двенадцать видов продукции. Автобензин, реактивное, дизельное и котельное топливо, керосин, битумы, сжиженный газ проходят пробу в лаборатории нового предприятия. У них навсегда останутся приятные воспоминания о сотрудничестве и взаимном уважении. В год это современное предприятие будет перерабатывать 500 тысяч тонн нефти. Завод окупится в несколько лет. Еще в конце 19 века эфиопию посещали русские путешественники, дипломаты, врачи. Они оставили себе добрую память. Вот и завод будет напоминать о дружелюбии советских людей. Как сказано на этой мемориальной доске, завод будет служить делу социального и экономического развития эфиопии. Пример тому Ассаб. Еще недавно запущенный городишко преобразился. Его название как бы обрело свой первоначальный смысл. Ассаб в переводе означает плоды нового урожая. У народа эфиопии есть друзья, есть мужество и смелость духа. Эфиопия идет к прогрессу. Редактор субтитров А.Семкин